Я закончила вязание джемпера золотистый, проект завершен и мне очень нравится результат, так же как нравился процесс. Можно сказать повезло, а можно сказать, что так получилось ровно потому, что соблюдали несколько правил. Правила вязания, это такая, казалось бы, скукотина. У меня сейчас начинается новый проект, я буду вязать футбол. И в процессе вязания буду вас знакомить с этими самыми правилами, которые помогут нам не только получить удовольствие от создания изделия, но и от результата. И первая ошибка, которую допускают не только начинающие многие вязальщицы, да и не только вязальщицы, но и те, кто идут в магазин за неким изделием, мы покупаем или вяжем то, что нам понравилось. Спонтанно. Захотелось, связала. Сейчас про вязание. Но результат может вас не порадовать, потому что вам эту вещь в итоге не с чем надеть. Она сама по себе. Поэтому первое правило создания проекта изделия, мы подбираем пару, с чем мы будем это наше изделие носить. Я надела несколько изделий. Понятно, что раз футболку будем смотреть на нижнюю часть. Брюки, юбки, часть летнего гардероба, которому хорошо бы подобрать футболку. Подбираем, смотрим, каким изделиям мне футболки сильно не хватает. Выбираем хотя бы два изделия, которыми наша вещь будет одинаково хорошо смотреться. Пусть это будет юбка, пусть это будут брюки. Выбирайте. Желательно, чтобы подходило ко всему, но такое частенько бывает, что вещь сама по себе. Не пропустите следующее видео, в котором я расскажу второе правило. Для вязальщин, что делать, чтобы наше изделие нам доставляло такое же удовольствие, как сам процесс его создания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...